Ромашка Начался ветер, пыль вздохнула тяжко, но осталась белой Ромашкина рубашка. Вот пролился дождик, стала мокрая пташка, но сухой осталась Ромашкина рубашка. Я опять Ромашка обняла Ромашку, и стоят в обнимку сердце нараспашку. Короткое северное лето радует нас солнечными деньками, а вместе с солнышком распускаются на лугу среди высокой зеленой травы цветы с белыми лепестками и желтой серединкой. Иногда их так много, что все вокруг кажется белым-бело. Этот цветок многие называют Ромашкой. Настоящее название этого растения – Нивяник, которое происходит от слова Нива и говорит о месте его наиболее частого произрастания. Ромашка и Нивяник относятся к одному семейству – сложноцветные или астровые, поэтому их соцветия так похожи. Согласно классификации растительного мира, это два отдельных рода – род Нивяник и род Ромашка. Нивяник – многолетнее растение. У Нивяника на стебле растет преимущественно одна цветочная корзинка. Стебель прямостоячий, высотой от 15 до 60 см. Листья Нивяника темно-зеленые, продолговатые. Нижние листья – зубчатыми краями, а верхние – меньшего размера и более узкие. Цветы у Нивяника очень маленькие, поэтому собраны в цветочное соцветие корзинку. Желтые трубчатые в середине, а белые язычковые по краям. Так что белые лепестки у Нивяника – это не лепестки, а самые настоящие небольшие цветочки, которые вместе с миниатюрными желтыми цветками собраны в один букетик. Если весной срезать или сломать стебель молодого Нивяника, то на его месте поднимется сразу несколько новых стеблей с бело-желтыми цветами. И одно такое растение может дать за лето несколько тысяч семян. Цветет Нивяник обыкновенно долго, в течение двух месяцев, начиная с июня. В июле, когда Нивяника особенно много, девушки любят плести из него венки и собирать в чудесные нежные букеты. Нивяник не занесен в Красную книгу Архангельской области, но занесен в приложение Красной книги Москвы. Маленькое солнце на моей ладошке, белая ромашка на зеленой ножке, с белым ободочком, желтые сердечки. Сколько на лугу их, сколько их у речки. Зацвели ромашки, наступило лето. Из ромашек белых вяжутся букеты. В глиняном кувшине, в банке или чашке весело тесняться крупные ромашки. На лугу, возле поля, рядом с дорогой вы можете встретить растение, похожее на Нивяник. У этого растения, как и у Нивяника, маленькие цветочки собраны в цветочную корзиночку. Только эта корзинка поменьше, чем у Нивяника. Это аптечная ромашка. Ее легко отличить от Нивяника по листьям. Листья у ромашки будто разделены на много-много маленьких листочков. Такие листья называют перистороздельными. Степель прямостоячий, обычно разветвленный от основания. А еще цветы и листья ромашки аптечной имеют сильный своеобразный запах. Ромашка аптечная с давних времен используется в научной и народной медицине и до сих пор является одним из самых востребованных лекарственных растений. Цветы ромашки аптечной богаты химически сложными и очень ценными веществами. Аптечная ромашка обладает противовоспалительным, седативным и противоаллергическим свойствами. Активизирует функцию иммунной системы. Экстракт ромашки аптечной используется в производстве косметики. Входит в состав мыла, кремов и шампуней. Аптечную ромашку легко перепутать с ромашкой непохучей. Она особенно часто встречается на севере. Растет на лугах, в полях, вдоль дорог, как сорняк. Но если разрезать цветочные корзинки ромашки аптечной и ромашки непохучей, то можно увидеть, что корзиночка ромашки аптечной внутри полая. У нелекарственной ромашки нет запаха, и она не обладает целебными свойствами. Нарядные платьица, желтые брошки, ни пятнышка нет на красивой одежке. Такие веселые эти ромашки, вот-вот заиграют, как дети в пятнашке. С детства всем знакома душистая травка с желтыми цветками, собранными в корзинку, но без белых лепестков. Оказывается, это тоже ромашка, только пахучая. Еще ее называют ромашкой безязычковой, зеленой или душистой. Аромат ромашки пахучей схож с ромашкой аптечной, но более сильной и насыщенной. Ромашка пахучая была занесена в Европу и Азию из Северной Америки, как сорняк больше ста лет назад, и всего за 30 лет заселила весь континент. Это однолетнее невысокое растение имеет только трубчатые цветки, слегка зеленоватые. Листья дважды переста раздельные. Цветет ромашка пахучая все лето и даже в сентябре. Цветы пахучей ромашки, как и аптечной, богаты полезными веществами. Ромашку пахучей используют как противовоспалительное спазмолитическое средство. Также она обладает седативным свойством. Эфирное масло из цветков ромашки используется в парфюмерной промышленности. Эй, ромашки, дайте мне ответ. Вы откуда, если не секрет? Не секрет, ответили ромашки. Нас носило солнышко в кармашке. Субтитры создавал DimaTorzok